Под звуки духового оркестра сотрудники сочинских следственных органов собрались на аллее самого известного в городе парка Ривьера. Пришли с семьями, даже совсем с маленькими детьми, чтобы сохранить связь поколения, чтобы рассказать совсем юным о Дне Победы. Великое Отечественное коснулось каждой семьи и 9 мая действительно самый главный праздник страны. И подрастающее поколение должно это знать. Не у всех остались прадедушки, прабабушки. И мы, как люди, знавшие, слышавшие об этой войне, видевшие ветеранов, знавшие, через какую боль им пришлось пройти, мы должны своими поступками, действиями передавать нашим детям эту память. В 2010 году на этой аллее появились первые деревья японской вишни. Их посадили ветераны Великой Отечественной войны следственных органов. И сегодня традицию продолжили сотрудники следственного отдела Сочи. Дети брали в руки лопаты, лейки и наравне с родителями сажали деревца. Получился коллективный семейный праздник. Через Дня Победы мы пришли сюда поддержать папу и посадить вместе с ним дерево. А поддержать, ну это же главная задача жены, семьи, поддерживать мужа, тем более с такой сложной работой. Сакура символизирует хрупкой жизни, ее чрезвычайная красота и мимолетность цветения привлекает людей. А здесь в парке, особенно летом, тысячи гостей. И новые деревца, как символ новых надежд. В канун Дня Победы, конечно же, и слова в книге записей почетных гостей Ривьеры, в которой есть и запись первого космонавта планеты Юрия Гагарина, а теперь и слова руководителя следственного отдела Владимира Терентьева о мире, о новых победах Великой России. Глена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Все время вас не видно.